Не ждут у поля погоды. Во многих районах области аграрии выпустили на сельхозугодие технику и арсенал орудий для обработки. Пока остальные спешат закрыть в почве влагу и подкормить озимые, в Безенчукском районе торопятся с севом ранних яровых культур и посадкой картофеля. Почему одни участки уже готовы для роста семян, а другие еще только ждут своего часа, выяснил Сергей Павлов. Каждая весна оригинальная по своему исполнению симфония природы. Заглянуть в ее партитуру заранее аграриям не под силу, лишь по состоянию полей можно определить, какую ноту возьмет дальше погода. Выход в поле в этом году произошел в организованной спешке. Символичная увертюра – морозные ночи, теплые и ветреные дни. И если в лесопосадках еще лежит снег, то на угодьях его уже давно нет. Влага буквально уходит из-под ног. И чтобы позже получить заветный трофей – добротный урожай – сейчас нельзя терять ни минуты. Так и решила одна из хозяйств Безенчукского района, стартовав с посева ранних культур – масличного льна и кориандра. Сеем те культуры, которые необходимы, помельче заделать, чтобы сходу получить. Значит, дальше использовать тот потенциал техник, который он есть одновременно, где культивируем, где не культивируем, прям напрямую сеем. То есть надо просто получить сначала сходу. Ранняя весна на руку картофелеводам. Это хозяйство планирует посадить 600 гектаров второго хлеба. Посчитали. На освоение таких площадей уйдет порядка трех недель. Чем раньше начнут, корнеплоды быстрее схватят влагу. На ее дефицит здесь не жалуются. Выручают отточенные технологии. С осени поля расчертили на ровные гребни, которые играют роль своеобразного аккумулятора влаги. И вот погода дала шанс. Загнали в поле пустую сажалку. Пошла. Дальше развернулись по-крупному. Сперва посевную зону масштабно подкармливают удобрениями. Затем тяжелая техника заделывает в почву тонны картофеля. Сейчас раскидали. Прошла сажалка с сошняком. И потом еще сзади дисками перемешалось, получается. И удобрение попало уже куда ей надо. Влага еще пока есть. На некоторые поля мы еще даже не можем близолезть. Хотели капусту попробовать. Еще сыровато. Земля прогревается сейчас быстро. А значит успех аграриев полностью зависит от их расторопности. Тем более, что семена, топливо и главное кадры находятся в полной боеготовности. Сергей Павлов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Безинчукский район.